Еще раз, тысячу раз подумайте о том, делать ли себе Воеводское, если вы в Украине. Я же вам на собственном опыте говорю не делать Воеводское, если вы в Украине. Не ведитесь на эту херню. Это развод. Это развод от агентства, которые хотят заработать на вас кучу бабок. Сейчас сложилась такая ситуация. По приезду в Польшу мы поняли, что Воеводское имеет больше минусов, нежели плюсов. Плюс у него только один. Это годовая виза. То есть целый год. Целый год виза открыта. Минусов больше. Воеводское нужно делать тем, кто уже поработал, уже имеет работодателя. Или работодатель имеет его в Польше. Смысл вы поняли. Есть работодатель, у которого работает ценный сотрудник. Работодатель продлевает ему, делает Воеводское приглашение. После полугодовой визы, например. Еще на год. Это имеет смысл. Это нормально. Когда сотрудник, работник именно привязан к конкретному работодателю. Если же вы делаете Воеводское визу, чтобы просто заехать в Польшу, это плохой вариант. Плохой, ребята. Дорогой. Геморный. Поэтому, имея на руках Воеводскую визу, мы не можем официально устроиться работать. Потому что, естественно, мы не поехали по адресу, по тому адресу, который в Воеводском приглашении. Потому что это липовый адрес. Это только лишь в кавычках липовый. Это только лишь для открытия визы. Он вообще в другом городе, в Познане. А мы во Вроцлаве. В общем, проблем все нас создавали с этим Воеводским визом. Теперь не знаем, как расхлебаться. В принципе, есть вариант такой, что нам перекроют Воеводскую визу обычными приглашениями. То есть, только на полугода. А через полугода у меня снова будут проблемы с тем, чтобы либо переоформлять Воеводскую визу, либо уезжать в Украину. Ну, короче, бред полнейший. То есть, Воеводская вообще херня полнейшая. Жесть, отдали столько бабок. Да, мы попали сюда, мы заехали. Да, круто, без проблем. Визу сделали, виза годовая. Классно, мы приехали. Но официально трудоустроиться, это сложно. Это усложнило нам жизнь вообще капитально. Ладно, еще я первый раз. И, в принципе, после отказа полугодовой визы, мне было резонно делать Воеводскую. Но, Дима, мы узнали такой нюанс. Полугодовой коридор отсчитывается после последнего отъезда с Польши. То есть, он полгода поработал, вот дата последнего выезда, плюс полгода. И только через полгода ты можешь подаваться снова на обычное приглашение. И Воеводская виза перекрывает, да, но она привязана к конкретному работодателю. А если ты не поехал к конкретному работодателю, то у тебя уже проблемы. Потому что официально ты устроиться не можешь, по полугодовому приглашению тебя не возьмут, потому что у тебя еще коридор, как бы, не закрыт еще три месяца после последней даты выезда. А Воеводской переделать никто не хочет, потому что это геморрно. Вот и все. И теперь у нас задача устроить Диму нелегально работать, что крайне сложно в Польше, в частности, во Вроцове. Здесь все хотят устраивать легально, и это нормально, это законно. Ну, они, как бы, вот, соблюдают законы, это не украина вам. Поэтому, что будет дальше, мы пока не знаем, но мы стараемся что-то придумать. Следите, подписывайтесь на канал, спрашивайте, пожалуйста, что вам интересно, о чем снимать. Ставьте лайк, если был полезным, потому что у меня масса информации, масса. Мы сейчас самостоятельно ищем работу, ходим по агентствам, уже куча контактов, куча вообще информации не укладывается в голове. Поэтому, ну, есть что, есть чем делиться. Подписывайтесь, расшаривайте видео, и до новых встреч!